Успех украинских дронов в вопросе нанесения ударов по военным объектам на территории РФ существенно укрепляет позиции ВСУ непосредственно на фронте. На фоне действующего запрета на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории, Украина усиливает атаки дронами на российскую инфраструктуру, задействованную в войне. Все взрывается. И до сих пор все взрывается. Все. Октябрьскому аэродрому пришла. По имам боевых самолетов, еще одной важнейшей целью дронов являются склады с авиабомбами. Чем больше подобных складов будет уничтожено на аэродромах, тем меньше кабов и фабов прилетит по позициям украинских военных. Тактические успехи оккупантов стали возможным благодаря массовому использованию, фактическому тотальному превосходству в воздухе. Речь идет об использовании штурмовой авиации, армейской и фронтовой моменте нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием фабов. По оценке украинского президента, российские оккупанты имеют возможность нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием фабов в количестве до 700 штук в неделю. И если в случае с аэродромами самолеты можно попытаться уберечь, передислоцировав их еще дальше вглубь территории РФ, но тем самым уменьшив интенсивность нанесения ударов авиабомбами. Это прямое влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Снижение количества ударов по позициям вооруженных сил Украины. Сама российская сторона признает, что количество ударов снижается вследствие эффективной работы украинских БПЛА. То случаи с НПЗ и прочими энергетическими объектами, активно используемыми в войне против Украины, для РФ ситуация куда сложнее. Журналисты Вашингтон-Пост отмечают, что подобными ударами по аэродромам и нефтебазам Украина может заставить Москву передислоцировать систему ПВО, существенно ослабив защиту фронта и прифронтовых районов. Нынешний уровень ущерба, нанесенного авиабазом, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе. Поскольку со временем это станет серьезной проблемой для военно-воздушных сил. Вот только передислокация в условиях дефицита систем противовоздушной обороны означает лишь следующее, что прикрывая одни дыры в обороне, ты приоткрываешь другие, которыми в дальнейшем и непременно воспользуются украинские дроны. Продолжение следует...